Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Volkswagen Touareg 2004 года 2.5 дизель на механике Заменим на нем масло в двигателе также фильтр масляный, салонный и воздушный Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль сливаем с него масло опускаем и попутно меняем фильтра и заливаем маслом. Приступаем! Подняли автомобиль снимаем сейчас вот этот пластиковый кожух и вот этот пластиковый кожух в защиту Получается у нас масло-сливная пробка находится прямо вот здесь вот сверху поэтому две защиты снимаем А там везде у нас получается болтики под головочку на 10 Откручиваем, демонтируем Снял защиту и переднюю, заднюю пробочка масло-сливная, вот она получается у нас на 19 головка Берем, откручиваем Так, ну вот слили масло Закручиваем на место пробочку Затягиваем ее и опускаем автомобиль Ну вот опустили автомобиль Теперь снимаем крышку двигателя И снимаем вот эту боковую накладку Снимаем Класс Снимаем Взрыв 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет... Она устала тебя уже ждать... Да... Достали фильтрующий элемент... Достаем новый... И меняем... Использовать будем корейский фильтр фирмы Portsmile... Идет он PBG038... По уйому идет MN980125... Вот такой вот идет фильтр... И в комплекте идет резиночка... Перед тем как установить фильтр... Мы возьмем... Поменяем резинку на колпаке... Для этого мы берем... Отвертку... Подбиваем старую резиночку... Снимаем ее... И устанавливаем новую... Новую можно также отверткой установить... По периметру... Проходим... И устанавливаем ее... В рабочий паз... Вот он... Все... Стоит резинка... Теперь берем... Фильтр... И защелкиваем... Крышку... Все... Вот он спокойненько... Вращается... Снизу на фильтре тоже новая резинка... Теперь устанавливаем... Фильтр на место... И закручиваем колпак... Здесь он... Затягивается до того момента... Когда колпак... Прижимается к корпусу... Особое усилие... Усилие прилагать не нужно... Продолжаем... Теперь мы меняем... Воздушный фильтр... Здесь есть... Болтик... Под газовым упором... Болтик на 10... Головочка... Выкручиваем вот этот болт... Отщелкиваем вот эти два... Зажима... И... Отодвигаем... Корпус... Воздушного фильтра... Обратите внимание... Как стоял неправильно фильтр... Вот так вот... Получается... Он подсасывал воздух... Когда установили... Не посмотрели... Что он завалился... И это столько времени... Человек ездил... На неправильно установленном фильтре... Видно... Сосало... Грязь здесь... Подсасывало... Вот так вот он и стоял... Даже... Даже... Деформировало... Спешка... Поспешили... Не посмотрели... Берем новый фильтр... Берем новый фильтр... Фильтр будет фирмы Сиптек... AF01-138... Попросил... Чтобы был подешевле... Так... Ну... Здесь что хорошо... Он сзади проклеен... Он у нас не складывается... За счет этого... У него есть жесткость... Вот этого... Торца... Берем... Устанавливаем... Отодвигаем этот колпак... И устанавливаем фильтр... Я так понял... Внизу... Вот этот колпак... Не дает фильтру встать нормально... Поэтому они его запихнули... И его из-за этого сморщило... Сейчас смотрим... Внизу отодвигаем немножко колпак... И вставляем фильтр... Так... Ну вот... Фильтр я вставил... Получается... Теперь мы... Ставим на место колпак... Надо посмотреть... Чтобы он внизу у нас... Тоже встал все правильно... Вот он... Вот он... Все... Это мы защелкнули... Ставим на место болт... Просто поспешили немножко... Ребята... Которые меняли до этого... Внизу... Не вставили его на место... Запихнули сверху... Из-за этого его так... Сморщило... Так... Ну что... Фильтр мы заменили... Теперь мы заливаем масло... Вот заливная горловина у нас... Масло мы будем использовать... GM... Dexos 530... Кто-то сейчас скажет... Да это бензиновое масло... Это универсальное масло... Оно не только бензиновое... Но и дизельное масло... Здесь с допусками по API... Оно идет от CE... C3... Которое... И также по Volkswagen... Идет 502.0.0... И 505.0.0... Это вот именно... Масло... Которое подходит... Даже для автомобилей... На которых установлен сажевый фильтр... По рекомендации... Заливаем... Требент... Раз... Продолжение следует... Поехали... Мне кажется... coreồi... Оно... День... Ага... Здесь порядка 7,5-8 литров масла заливается Поэтому одну пятерку мы вливаем полностью А вторую мы уже заливаем 2 литра А там смотрим по щупу и подгоняем Продолжаем Вот вторая банка Выливаем 2 литра и проверяем по щупу Сколько есть, там подгоняем Потом заводим автомобиль Даем ему маленько наполнить масляную систему Ждем, когда масло стекет И уже выставляем уровень масла, который положено на автомобиле Вот залил 2 литра 3 литра в банке осталось Ждем, маленько сейчас стекет и проверяем по щупу Масло на краешке щупа, поэтому 7 литров здесь мало Заливаем еще 1 литр Залил в общей сложности 8,5 литров Вот такой вот уровень Автомобиль еще не заводил Сейчас заведем И должно быть в норме масло Вначале по звуку цепи пышно было По натяжителям так довелся Давление масла закачало И сразу уровень стал пышно работать Теперь мы его глушим Ждем, когда стекет масло И выставляем уровень Пока у нас стекает масло Мы заменим салонный фильтр Для этого мы с правой стороны пассажирской Заглядываем вниз под бардачок Вот эту крышку Нам надо через эти отверстия потянуть вниз И здесь вот получается клипсы стоят Отщелкнуть эти клипсы Одной рукой неудобно Сейчас я ее потяну, а потом покажу Вот я ее оттянул вниз Вот они эти клипсы Три клипсы Выпускаем Здесь вот нажимаем флажок И выдергиваем питание лампочки Собираем эту крышечку Здесь мы видим Получается Вот она крышка Раз, два Это головочка на пять с половиной Видно? Так Сейчас Вот она Откручиваем оба этих болтика И снимаем крышечку Вот я открутил два этих Смотри, заголовочка на пять с половиной Теперь берем И снимаем Вот эту вот крышечку Вот Здесь у нас вот он фильтр Чтоб его поддеть Сбоку Аккуратненько Цепляем его отверткой И опускаем вниз Вот он Пошел Здесь у нас он Упирается Обшивку бардачка Немножко его отводим И выводим вниз полностью Фильтр Давно, видать, не менялся Потому что он Очень грязный Здесь стоял СКТшный Направление Показано в салон Поставим мы Бигфильтр ГБ 99 14 Достаем фильтр Вот такой вот фильтр Он у нас неугольный Также есть направление Стрелка Стрелка указывает салон Вот так вот мы ее и ставим Таким образом Берем, заводим Для этого мы вставляем Заднюю часть фильтра В корпус И заводим переднюю И поднимаем вверх Все Вот он, фильтр Мы установили Ставим на место крышку Крышечка здесь Как бы садится Вот в этот паз Паз этот Немножко На поролоне Здесь вот Три Три усика Вот сзади Видите? Вот эти вот Раз Два Три Они заводятся Вот в эти ушки Заводим Вот они И поднимаем Крышку Кверху До болтиков И закручиваем Крышечку я снял на место Снова снял Вот этот уплотнитель От поролона Он идет здесь В желобке Своем До этого Видать Когда ставили Он почему-то выскочил И попал Вот в эти Проемы Поэтому смотрите Чтоб он Стоял Именно на своих местах Теперь у нас Легко встает Крышечка Вот она И легко Поднимается На свое место Все Мы можем смело Закручивать Саморезы Теперь крутим Все Крышечку Я закрутил Ставим на место Эту накладку Вставляем Питание Отсветки Ног Взади Попадаем Вот этими Пластиковыми Направляющими В гнездо И защелкиваем Обшивку На место Все Салонный фильтр Мы заменили Идем проверяем Уровень масла Так Вот получается Пол Уровня Это мы влили Где-то 8 литров 100 грамм По метке Полуровня Хозяин сказал Больше не надо Заливать Говорит Я по полуровню езжу Мне говорит Хватает Поэтому Мы больше Заливать не будем На этом Мы ставим На место Кожуха Защитные Ставим На место Боковые Заглушки И ставим На место Крышку Двигателя Все Замену масла Мы произвели Фильтра Мы поменяли Воздушные Масляные Салоны На этом Все Всего вам доброго